Продолжаем наше удивительное путешествие. Сегодня мы погуляем по Бамуковой роще, отправимся на разведку по мраморным пещерам, посетим остров Святого Михаила, увидим свое отражение в самом большом зеркале мира, понаблюдаем за блаженствующими снежными обезьянами и узнаем, как выращивают рис на Филиппинах. Начинаем наш рассказ. У подножия горы Арасияма находится невероятно красивое место Японии – бамбуковая роща Сагано. Она была создана в XIV веке монахом Мусососеки и занимает площадь 16 кв. км. Через территорию рощи проходят множество живописных пешеходных дорожек, огороженных невысоким забором из сухого бамбука. Эта удивительная трава за месяц может вырасти в среднем на 20 метров, а ее диаметр в составе 20 см. Стебли внутри полые, и когда в роще дует ветер, то слышен необыкновенный звук, природная гармоничность и чистота которого наделяют душу ощущением умиротворения. В странах Востока давно знают об удивительных свойствах бамбука. В Индии он считается символом дружбы, в Китае – символом долголетия, а в Японии верят, что бамбуковые деревья защищают от злых духов, именно поэтому они окружают многие японские храмы. Чили На границе Аргентины и Чили, неподалеку от чилийского города Чили-Чикан, находится одно из глубочайших озер в мире – ледниковое озеро Лаго Дженерал Каррера или Лаго Буэнос-Айрес . Оба названия являются официальными. Озеро славится на весь мир уникальными мраморными пещерами, расположенными на чилийской стороне известнякового полуострова в центре озера. Самые популярные среди туристов – мраморный собор, мраморная пещера и мраморная часовня. Все три грунта раньше были полностью скрыты под водой. Ледник, наполнявший озеро, со временем растаял, и в результате понижения уровня воды на поверхность вышли мраморные лабиринты, состоящие, на самом деле, из известняка. Очаровывающие виды мраморных пещер притягивает в Чили-Чико огромное количество туристов. Мон-Сен-Мишель или остров Святого Михаила – небольшой скалистый остров, превращенный в крепость на северо-западном побережье Франции. С 709 года там существует город, в котором в настоящее время проживают от 80 до 100 жителей. В 1879 году между островом и материком построена дамба длиной 2 километра. Сам остров – это гранитная скала около 930 метров в диаметре и высотой 92 метра над уровнем моря, расположенная в устье реки Кюнсон. Каждые 24 часа 50 минут в бухте происходят самые сильные в Европе приливы и отливы. В прилив остров полностью окружен водой, а в отлив гору окружают пески. Высота прилива достигает 14 метров. На острове в XI-XVI веках было построено Бенедиктинское аббатство. В 1790 году монастырь закрыли. Позже он превратился в государственную тюрьму для самых опасных преступников на долгих 50 лет. Лишь в 1863 году после капитальной реставрации Монсель-Мишель распахнул свои королевские двери уже для туристов. Остров-замок был прообразом крепости Минастерит в популярном фильме «Встелин колец». Сегодня замок Монсель-Мишель – одна из самых популярных достопримечательностей Франции. Выглядит он ошеломляюще. Солончак Уюни – необыкновенное высохшее соляное озеро Салар-де-Юни на юге пустынной равнины Альтиплана в Боливии на высоте более 3500 метров над уровнем моря и площадью более 10500 квадратных километров. Является крупнейшим солончаком в мире. Около 13000 лет тому назад здесь было море, но сейчас остался лишь слой поваренной соли толщиной от 2 до 8 метров. Сегодня боливийский Солончак служит не только местом добычи соли – ежегодно ее добывают около 25000 тонн – но и популярным туристическим объектом. Для туристов здесь построены уникальные гостиницы, в которых все сделано из соляных блоков. Но главной особенностью этого места является его невероятная красота. В сухой сезон Солончак представляет собой белую соляную пустыню, а вот в сезон дождей это место превращается в естественное огромное зеркало. В ноябре на Салар-де-Юни прилетают тонконогие розовые фламинго для размножения. Древние люди назвали это место Джиггудане в переводе «Долина Ада» из-за крутых скал, холодных густых лесов, поднимающегося от земли пара и кипящей воды, выплескивающейся из щелей мерзлого грунта. Лежит она на высоте 850 метров в долине реки Йокою на острове Хюнсу в Японии. В парке уже несколько веков обитает колония японских макак или снежных обезьян, показывая очень оригинальное поведение. Дело в том, что макакам очень полюбились горячие термальные источники, в которых они, как в ваннах, греются, нежатся и получают массу удовольствия. Весной и летом японские макаки проводят время в лесу, высоко в горах. С зимними холодами зверки спешат к горячим источникам Долины Ада. В банный сезон конец ноября марк в обезьянный парк стекается огромное количество туристов, которые могут наблюдать за его обитателями на расстоянии вытянутой руки. Бассейны не имеют ограждений, а приматы уже привыкли к присутствию людей и совсем не боятся подходить к ним поближе. Данный вид обезьян находится на грани исчезновения и строго охраняется. Рисовые террасы в филиппинских кордильерах – это рисовые поля, повторяющие контуры горных склонов и возведенные более 2000 лет назад предками коренного народа Ифугаон. Эти поля создали удивительные культурные ландшафты. Считается, что террасы были построены вручную, а созданная ирригационная система являлась настолько совершенной, что по сей день используется для орошения полей. Большинство террас расположено на высоте до 1500 м над уровнем моря и охватывает 10000 квадратных километров. Рисовые террасы – культовая достопримечательность и национальное достояние филиппинского архипелага, которые изображены на денежной купюре в 1000 песен. В 1995 году они были взяты под охрану ЮНЕСКО. Путешествие продолжается. Если Вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и Ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok